Перейдем, наконец, к практике. Напомню, мы собираемся изучить процесс зарядки разрядки конденсатора в RC-цепи. Давайте резюмируем, что нам для этого нужно. Плата с RC-цепочкой. Есть. Компьютер. Есть. АЦП. Есть. Остается написать скрипт. Логика скрипта будет следующая. При запуске начнет подаваться питание на 17-й пин, чтобы конденсатор начал заряжаться. Зафиксируется этот момент времени с помощью метода TIME в некоторую переменную. После чего будет постоянно запускаться написанная нами ранее функция ADC. То есть при помощи АЦП аналоговый сигнал с конденсатора будет преобразовываться в цифровой. Данный сигнал, то есть числа от 0 до 255, будут сохраняться в некоторый лист. Текущее же значение сразу же будет подаваться на пины в области ЛЕЦ, чтобы мы могли визуально отслеживать, происходит зарядка или разрядка конденсатора, или вообще ничего не происходит. Такое тоже может быть. Когда цифровой сигнал достигнет практически максимума, то есть отчеты АЦП будут в районе 255 или чуть ниже, напряжение на 17-й пин перестанет подаваться, чтобы конденсатор начал разряжаться. Продолжится считывание напряжения с конденсатора при помощи АЦП и подача цифрового сигнала на ЛЕЦ до тех пор, пока конденсатор полностью не разрядится. Зафиксируется время окончания измерений. Рассчитается, сколько длился эксперимент всего. Построится график значений с АЦП за все время измерений, благодаря чему мы убедимся, что у нас получился нужный вид зависимости. Данные с АЦП сохранятся в текстовый файл. Программа закончится на том, что все светодиоды потухнут, а настройки GPO очистятся. Когда скрипт отработает, мы запушим его и полученные данные в свой репозиторий, чтобы на следующем занятии обработать их и построить понятный и красивый график. Я думаю, что мы успели приобрести достаточно знаний и навыков, чтобы решить такую задачу. Единственное, пока мы ни разу не строили графики в питоне и не сохраняли данные в файл. Так что сейчас я покажу, какие новые модули и методы нам потребуются. Начнем с того, что разберемся, как увидеть результаты наших измерений на графике. В Python существует библиотека для визуализации данных. Называется она matplotlib. Найти документацию, туториалы и разнообразные примеры можно на официальном сайте matplotlib.org. Эта библиотека настолько популярна, что у нее даже есть твиттер. Причем активный твиттер. Когда мы будем обрабатывать данные и строить графики для отчета, мы более подробно ознакомимся с возможностями этого модуля. А пока ограничимся интерфейсом matplotlib.pyplot. Отсюда нам понадобятся всего два метода. Плот, чтобы получить линию y от x, и шоу, который отобразит фигуру с графиком. Импортируем в скрипт модуль matplotlib.pyplot под именем plot. Данный модуль установлен на всех малинках в классе, поэтому проблем с импортом быть не должно. Создадим лист measuredData и заполним его произвольными числами. Просто введем, что придет у голову, любые значения. Допустим так. Теперь воспользуемся ранее названными методами plot и show. Передадим лист measuredData как аргумент функцию plot. Запустим программу. Ничего не произошло, потому что если вы забудете вызвать функцию show, то график вы не увидите. Так что не забывайте про этот момент. Запишем plot.show, круглые скобки. Сохраняем и заново запускаем. Итак, перед нами появился график. Как видите, нам даже не пришлось подавать другой лист со значениями времени. Достаточно передать числа для оси ординат, а по оси абсцисс в этом случае отложатся индексы, начиная с нуля. Для проверки видозависимости во время проведения эксперимента данного кода будет вполне достаточно. Еще один важный момент. Пока вы не закроете открывшееся окно с графиком, строчки кода после вызова метода show выполняться не будут. В этом легко убедиться, если добавить сюда, например, какой-нибудь print. Напишем finish и еще раз запустим программу. Итак, график построился, ждем, ничего не появляется в терминале, пока мы не нажмем на крестик. Как только мы это сделали, программа стала выполняться дальше и распечаталось слово finish. Перейдем к следующей задаче. После построения графика нам нужно сохранить числа из листа в текстовый файл. Давайте я немножко приближу код, чтобы было лучше видно. Для работы с файлами в питоне есть несколько методов. Обратимся к документации, а именно к встроенным функциям питон. Их мы уже однажды с вами искали. Первый и главный метод для работы с файлами это open. Он открывает файл по его имени, то есть пути, и возвращает файл object. У open достаточно много аргументов, но самые основные это файл, путь к файлу и режим, мод. По умолчанию мод равен R от слова read. Нужно внимательно выбирать режим, потому что от него будет зависеть, создастся ли файл, если его не существует, куда будет писаться информация, в конец файла или данные будут перезаписываться сначала, в каком виде будет происходить работа, в текстовом или в двоичном, а также какие exceptions могут вызываться, если режим не будет подходить под ситуацию. Мы воспользуемся модом w. Тогда open сам создаст файл, если его не будет в директории, и мы сможем записать в него данные. После того, как мы получим файл object, мы сможем воспользоваться методами read или write. Перейдем по ссылке, чтобы увидеть, как это будет выглядеть в примерах. Вот таким образом файл с именем workfile открывается для записи. Промотаем чуть ниже. Обратите внимание, здесь написана очень важная информация. Дело следующее. При работе с файловыми объектами рекомендуется использовать ключевое слово viz. Преимущество заключается в том, что файл правильно закрывается после завершения работы, даже если в какой-то момент возникает исключение. Использование viz также намного короче, чем написание эквивалентных блоков try-finally. Работа с файлами – дело тонкое, ошибки могут возникать по множеству причин. Поэтому, чтобы программа не прерывалась, если вдруг, например, не получится открыть файл, нужно использовать конструкции для предвосхищения ошибок и корректного закрытия файла, чтобы освободить ресурсы, которые использует компьютер в процессе. Мы уже знаем одну такую конструкцию – это try-finally. Но она более громоздкая и неудобная в данном случае, чем viz.s. Обратите внимание на warning в розовой рамке. Здесь указано предупреждение о том, что вызов write метода для файла object без использования ключевого слова viz или метода lose может привести к тому, что аргументы write не будут полностью записаны на диск, даже если программа на первый взгляд завершится без ошибок. Берем это на заметку и переходим к написанию скрипта. Напишем ключевое слово viz, после него вызовем open с аргументами data.txt, так мы назовем наш файл, и модом w. После ключевого слова s укажем псевдоним для файлового объекта. Назовем его outfile. Ставим двоеточие и на следующей строке у outfile вызываем метод write. В качестве аргумента потребуется передать строк, которая будет в итоге записана в файл. Но пока что у нас есть только лист из целых чисел. Давайте превратим его в список из строк. Мы уже умеем делать это при помощи вот такой короткой записи. Создадим новую переменную, тоже measured data, только с указателем, что там будут строки. Ставим квадратные скобки и записываем. Применяем метод str, то есть превращение в строку для каждого айтема из списка. For item in measured data. Проверяем. Давайте распечатаем сначала measured data, а затем measured data string. Это пока закомментируем. Первый лист состоит из антов, а второй уже из строк. Теперь попробуем передать в метод write получившийся список. Пишем measured data string. График больше показывать не будем. Запускаем. Как мы видим, просто создать список из строк недостаточно. Нужно, чтобы объект measured data string был весь строкой. Я предлагаю воспользоваться новым методом join, который отвечает за объединение списка строк с помощью определенного указателя. Часто его используют при конвертации списка в строку. Пишется это так. В кавычках указывается разделитель. Если мы хотим, чтобы в файле каждое число начиналось с новой строчки, то нам нужно добавить перенос строки, то есть slash n. После этого указывается метод join. Почти join. Передаем нашу measured data string. Сохраняем. Запускаем. Смотрите, у нас появился в нашей рабочей области файл data.txt. Откроем его и даже вот в Visual Studio Code сразу видно, что он из себя представляет. В нем 8 чисел, каждый из которых начинается с новой строки. По-моему, это как раз то, что нам нужно. Так не жде. Продолжение следует...